Деньги Деньги Я тоже эти 7 дней не сидел без дела. Я читал журналы, играл на своих приставках, в которых у меня пруд пруди, смотрел видео и не отходил от телефона. Потому что многие из вас не успели записать вопросы нашей викторины, в которой, на мой взгляд, совершенно фантастические призы. С нашей первой программы мы решили вас убить призами, прям сразу завалить. Это картриджи, приставки, Sega, приставка Dendy и волшебная приставка Sega CDX, лазерный проигрыватель компактных дисков. Так вот, вы звоните и говорите, я не успел записать телефон, не успел записать вопросы, что не делать. Значит так, спокойно. Только сегодня, только для вас, еще раз повторяем вопросы нашей викторины. Бегите за ручкой и бумагой, я подожду. Не успели записать. Надо внимательно смотреть. Всегда в нашу передачу, когда смотрите, всегда имейте при себе ручку и бумагу. Потому что в каждой нашей программе будет для вас какой-нибудь сюрприз. Ну, принесли? Итак, вопросы нашей викторины. Итак, первый вопрос. Какова скорость процессора для игровых приставок, максимальная скорость, которой добились инженеры-компьютерщики? Вопрос второй. Какой фирменный магазин «Денди» находится ближе всего к московскому Кремлю? Третий вопрос. Назовите фирму, которая создала и разработала компьютерную игру «Парк Юрского периода» про динозавров. Вспомните как можно больше игр для приставок, названия которых начинаются с латинской буквы «С». И последний, пятый вопрос. Посчитайте точную площадь регистрационной карточки обладателя приставки «Денди». Площадь очень просто вычислить. Надо умножить длину карточки на ее ширину. Не уносите ручку в бумагу. Пока они при вас, запишите адрес, по которому вы должны посылать ответы на вопросы нашей викторины и просто письма с пожеланиями. Пишите. Письма с ответами на викторины и просто пожеланиями посылайте по адресу Носква, Пречисенко, дом 40, Денди ТВ. В нашей программе мы всегда следуем жизненному принципу, принципу обучения. От простого к сложному, от сложного к более сложному и от более сложного к недостижимому. Поэтому всегда начинаем рассказ о восьмибитной игре для Денди. И я знаю, что те из вас, кто очень любит играть в ученые истории, например, затопают ногами, там, закричат, начнут бить себя кулаками в грудь, почему мы не рассказываем о ней? А те из вас, кто с ума сходит по Бэтму, начнут бросаться в телевизор тухлыми яблоками или гнилыми помидорами. Мы ничего этого не хотим, не надо у нас ничем бросаться, поэтому я решил закрыть глаза и наобу выбрать из многих картриджей, которые у меня стоят перед Деной, один. Какой это будет, я не знаю. Поехали. Вам повезло, ребята. Супер-контра номер шесть. Хе-хе! Эта увлекательная стрелялка-гонялка одно из первых появилось на экранах ваших телевизоров еще в те времена, когда самым крутым компьютером был какой-нибудь китайский коробок без названия, а восемь бит пределом мечтаний. Называлось это просто контра, и пацаны всех возрастов просиживали глаза, помогая двум героям в трудной, но важной борьбе с врагами демократии. Многое изменилось с тех пор, а блондин с брюнетом в красной и в синей майке, соответственно, все рубятся и рубятся, не зная ни сна, ни отдыха. К сожалению, создатели всех контр, включая и эту, самую последнюю, не удосужились дать своим героям имена. Так и слоняются они по разным уровням, без паспорта и даже без свидетельства о рождении. Просто крутые парни. Но зато уж какие крутые, ой, спасу нет. Умирать от всяких там пули снарядов не собираются ни в коем случае. Поморгав слегка всем телом, стрепенувшись, бросаются снова в сечу. Зачем, по-моему, сами не знают, в отличие от других игр, где надо кого-нибудь спасать или наоборот гробить. В этой места для идеи и философии не осталось. Преодолев многочисленные уровни и стекая кровью от ран, полученных в нескончаемой битве, наши молодцы удальцы благодарят вас, игроков, то есть недлинным мультфильмам. Ради этого, конечно, тоже стоит рискнуть здоровьем, тем более вам лично ничего не угрожает. Ну, разве что ногу отсидите в кресле или палец намазолите. А так, сиди себе и геройствуй напропалую. Играть в суперконтру можно и нужно вдвоем. Из партнерских игр она одна из удачных. Если правильно распределить силы и прикрывать друг друга шквальным огнем автоматов и базук, дойти можно довольно далеко. Если ваша мама при виде начальной заставки меняется в лице, хватайте ее за руку и силой усаживайте рядом с собой. Даже картридж пахнет порохом. Вот такая суперконтра номер 6. Ну, а теперь 8-битники будут завидовать, а 16-битники потирать руки от удовольствия. Потому что рассказ пойдет о 16-битной игре для приставки Sega Mega Drive 2. И как-то мы в первой передаче упустили самую главную игру, которая, в общем, неразрывно связана с Sega Mega Drive 2, так же, как Super Mario связан с Nintendo. Это игра с Соником. И сегодня я хочу рассказать вам о второй модификации этой игры. Соник 2. Путешествие Соника с его другом Лисенком. Не случайно фирма Sega сделала эту игру своей торговой маркой, так сказать, визитной карточкой. Всюду в мире рядом с надписью Sega вы встретите юркого человечка с синим панковским наворотом на голове. И с удивлением узнаете, если еще не знали, что Соник по роду племени просто ежик. У нас с вами представление об этом зверьке, как о неуклюжем и неповоротливом создании. В исполнении программистов Sega это какой-то вихрь чувств и способностей. Может, там у них ежики такие шустрые? Не знаю. Задача Соника – рука об руку со своим другом Лисенком по имени Хвостик пройти все уровни, собирая волшебные кольца, дающие жизнь и удивительные способности. Чуть на кого напоришься, правда, прощай золото. Кстати, кому не нравится этот путающийся под ногами Лисенок, можете выбрать в разделе опций «Одинокого Соника». А если вам по душе полеты на самодельном вертолете, вроде как у Карлсона, то, наоборот, берите Хвостик. Он, правда, не такой скоростной, зато летать умеет и может забраться туда, куда Сонику и не снилось. Не забывайте, что цель игры существует, и она конечна. То есть, мало дойти до самого конца игры, главное – собрать определенное количество магических изумрудов, или, как их называют матерые игроки, эмеральдов. Вот сколько чего – пока секрет. Этот вопрос вы скоро встретите в одной из наших викторин. Эти самые эмеральды просто так на дороге не валяются. Добыть их можно только в бонус-уровнях. А в бонус-уровень можно пройти только, извернувшись особым образом, открыв один из многочисленных секретов и, конечно, одолев слуг главного босса – доктора-работника. Пишется доктор-работник через «О», и никакого отношения к слову «работа» не имеет. А имеет отношение к слову «робот». Поэтому и слуги у него все какие-то железные, да страшные. Не пугайтесь, забить их довольно просто. Надо прыгать им на голову, и после нескольких метких прыжков они разваливаются на кусочки. Вот так привязательно, смотрите. Опля, и готов. Продолжение следует... ...в том числе и в формате лазерного диска. Если вы купите какую-нибудь последнюю разработку, вроде Сеги и CDX, вас обязательно встретят с распросертыми объятиями неугомонный и совершенно бесплатный Sony. Самый удивительный ёжик из всех, что вы когда-нибудь встречали в жизни. А вот об этом эпизоде на химическом заводе мы специально не будем говорить сейчас. Внимательно смотрите нашу программу. Очень скоро мы откроем для вас один маленький секрет. Вы сейчас сидите, смотрите нашу передачу. У вас есть приставка, у вас есть игры, и вам, в общем-то, беспокоиться не о чем. А представляете, сколько людей ещё бегают по Москве и ищут какую-нибудь подходящую приставку или картридж. Давайте заглянем в один из магазинов торговой сети Dendy и посмотрим, что там происходит. Если вы ещё не накопили денег на приставку, приходите в магазин на красную пресню просто так, поглазеть. И вы с удивлением обнаружите, что рядом с обалдевшими и разинувшими рты ребятами и девчонками ходят не менее обалдевшие взрослые с яркими коробками в руках. Скажите, что вы делаете взрослые в детском магазине? Покупали подарок ребёнку. Сыну? Да. Что купили? Dendy. Покажите. Вот. Почему именно Dendy Junior? Ну, не знаю, я считаю так, что и для ребёнка это вполне будет нормально, приличный подарок. И мне тоже как можно будет поиграть в свободное от работы время. Ну, как вам кажется, дорого-недорого вам как хозяйке? Нет, недорого. Сколько лет ребёнку? Ребёнку восемь и ещё одному шесть. Вы примерно представляете, что вас ждёт в связи с этой покупкой? Вполне. У нас уже раньше была игра, но не такая, более низкого качества, она сломалась, и мы решили купить здесь. Но ведь она тоже может сломаться? Может, но её здесь могут починить, здесь есть гарантия. А почему не купили сразу Sega Mega Drive 2, например? Для того, чтобы купить Sega Mega Drive, как она там называется правильно, я точно не знаю, наверное, нужно будет зарабатывать побольше денег всё-таки. Не каждому доступно. Я не хочу сказать, что я не куплю это своему ребёнку, но в данный момент я просто не считаю это нужным. То есть вы думаете, что сначала надо научиться... Сначала надо научиться на маленьком чём-то, а потом переходить уже к более серьёзному. И тем более он всё-таки шесть лет, ему, наверное, будет пока интересно и в это поиграть. Но вы готовитесь к тому, что через годик-другой вам всё-таки придётся даже раскошелиться на серьёзный аппарат? Ближе к Новому году я точно уже уверен, что возьму. Sega Mega Drive 3 вот тут. А это куда денете? А это... Ну, я не знаю, наверное, родителям отдам. Пусть поиграет тоже на старости лет. А своим родителям? Конечно. Вы думаете, что это им доступно? Ну, я думаю, почему им не поиграть-то, в конце концов. Ну так, между нами... Между нами... Только честно, у меня тоже есть сын. Кому покупаете? Себе или сыну? Не, вообще-то сыну. Просто я хотел ему подарить на день рождения, не получилось. Не было возможности вырваться сюда. Вот. А сейчас вот подъехал, в свободное время есть, и купил. На день рождения я отделался трансформером большим. Кем работаете? Ну, вообще, я бывший военнослужащий. Сейчас я нигде не работаю, так, периодически где-то, где-то как-то подрабатываю. Вот так вот даже безработные приходят в фирменный магазин Дэнди, чтобы покупать себе приставки. А вы кем? А я, думаю, хозяйка. Дома. Ну, теперь вам и для безработных, и для военнослужащих. Вот тут можно стрелять, вы знаете. А я и взял такую игру. Соб, стрелять. Естественно. Ну, понятно. Бывший военнослужащий берёшь, чтобы стрелять, а бывший доктор возьмёшь, чтобы лечить, например. Да? Ну, спасибо. Успехов вам. До свидания. До свидания. Видите, ребята, что творится? В нашей прошлой программе, в самом конце, мы дали телефон рекламного агентства «Сорок Видео». По секрету скажу, в «Сорок Видео» никто ничего не понимает в компьютерных играх. Вообще. Они делают рекламу. Они совсем по другой части. Но они нам поставили телефон сегодня на нашу передачу, потому что звонков очень много. Мы вас очень просим, друзья мои. Не звоните вы нам, ради бога. Пишите письма. А то мы от звонков уже ошалели. Опять. Да. Я не знаю, как викинг в игре «Голден Экс» пускает вихрь. У меня в книге, в инструкции написано, что их по-китайски. А, ха-ха. Ты по-китайски читать не умеешь? Нет. Понятно. Смотри нашу передачу. Сейчас мы тебе объясним. Как викинг пускает вихри? Да. В игре «Голден Экс». Да. Всё, смотри. Пока. Да. Алло. Я не знаю, как викинг в игре «Голден Экс» пускает... По-моему, это был один и тот же парень. Может быть, не знаю. Но учтите. Звонить нам не надо. Пишите письма. И во всех ваших бедах и трудностях мы поможем вам вместе с Денисом. А? 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 Мой знакомый Денис пришёл сегодня в нашу студию с каким-то парнем в кожаной куртке. Я понять не имею, кто это такой. Давайте с ним познакомимся вместе. Привет, ребята. Здравствуй, Денис. Привет. А ты кто? Я друг Дениса. Как тебя зовут? Саша. Тоже фанатик компьютерных игр? Да, тоже играю с Денисом. Давно играешь с детства? Ну, не с детства. Лет с 12. А сейчас тебе сколько? Сейчас 15. 15. Ну, ты все игры, которые Денис прошёл, тоже проходил? Большинство. Не все, но большинство. Он лучше тебя играет, Денис? В некотором плане, да. Да ты что? Да? Как это можно себе представить? Ну, так. Мы же вместе начинали. Значит, вы как-то на области делитесь. Ты... Во что ты любишь играть, кстати? Боевики и логические. Логические игры и боевики. А ты? Одновременно. Логические боевики. Бывают такие? Да. Ну что ж, ребят, значит, пусть Саша нам тоже помогает себе. Раз он пришёл и тоже разбирается в компьютерных играх. Уж со мной-то, конечно, не сравнить. У нас сегодня несколько вопросов. Было несколько звонков по телефону. И первый звонок о том, как в игре «Золотой топор» Golden Axe вот этому здоровому мужику... Знаете, там у него такой? А-а-а. Трусак в синих такой. Да-да. Да-да. Как ему такие вихри пускать по земле? Ребята пытаются что-то сделать, но у них ничего не выходит. Покажешь? Покажу. Ты у нас мастер, да? Да. Так. Золотой топор. Ага, шапочку проматываем. И... давай. Сначала игры. Выставка. Значит так, чтобы получился у вас этот коронный удар, нужно нажать кнопку вниз. Так. Потом снизу провести, сделать полный оборот по 360 градусов. Хочется оттелкать или против? Против. Так. И закончить его вниз и И-Б-Ц. В этот же момент. Одновременно. В этот же момент, когда вы проведете вниз. Это же очень сложно. Получится очень сильный удар. И он убивает всех, в общем, врагов сразу. Да. Но для того, чтобы его делать, нужно иметь мастерство определенное. Пусть тренируются. Наши тренироваться. Тренироваться. Пусть тренироваться. Тренироваться. Третьено, который вы ударёшь от д Vegas. Да. Пусть тренироваться. 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 Потому что много клавиш, и поэтому, если одним пальцем играть, то перескакивать с клавишей на клавишу, там же реакция нужна, там же это не успели. То есть одновременно, тем более, нажимать клавишу невозможно. Это более эффективно, когда там? Да, тем более шестикнопочный пульт есть, который у Сеги. Да. Понятно. Хорошо, значит, с Goldnext разобрались, вихри запускать научились. Теперь, в нашей прошлой программе мы рассказывали об игре Sonic и о секретах из неё. А это была игра Sonic 3. А сейчас давайте немножко вернёмся назад в Sonic 2. Вот я как раз приготовил для вас этот картридж. Очень интересно мне, что таится здесь, вот в этом карте. Давайте посмотрим. Опа. Итак, мы попали во второй уровень. Так, сразу же набираем скорость. Вот тут горка. Так. Разгоняемся. И взлетаем. И как только вы взлетели, нужно сразу же держать кнопку влево. А вы попадёте в секрет. Там будет стена с проёмом. Вы пойдёте в проём, и там будет лежать жизнь. Угу, вижу. Только маленький фигурик, да? Разбиваем. Развышала музыка. Предлагаю о том, что мы получили жизнь. Целую жизнь. Целую жизнь. Как это немало. Всегда пригодится. Да, и не только в настоящей жизни, но и в мире новой реальности. Жизнь очень важна. Правда, у нас в жизни их всего одно дают, а там можно набрать Бог знает сколько. Хорошо. Sonic — это прекрасная вещь. Давайте теперь что-нибудь попроще для восьмибитной приставки. Например, есть такая игра «Никки Маус». Знаете? Третья. Ну да, я знаю. Да, третий. Сейчас актуально третий. Вот он, «Никки Маус» номер три. На первый взгляд, очень простая игра. Похожа на «Супер Марио», на всякие другие там скакалки, да? Но, наверное, есть какие-то свои тайны, да? Расскажи. Ты можешь быть, да? Давай. Да. Давай. Давай. Итак, сначала нужно пройти первый уровень, и вот мы во втором уровне. Так. Вот мы идем, и тут встречается нам небольшое возвышение. Мы можем пройти это возвышение совершенно спокойно и идти дальше. И до главного нам придется еще доходить. Понизу, если. Да, понизу. Но можно, как я сейчас делаю, запрыгнуть на это возвышение, и тогда из этого возвышения вылетит платформа, которая понесет вас к главному. Минуя все остальные препятствия. Минуя все остальные препятствия. И мы прилетаем к главному. А главный совсем не страшный, а какой-то ежик просто. Какой-то ежик, который очень опасный. Да. Он нужно всего три удара. Ему? Да. Три. Но, очевидно, бить его нужно только, когда он раскрыт. Да. Когда он в комочке, его бить бесполезно. Поэтому нужно от него бегать, прыгать и ждать, пока раскроется, а потом уже в него шевырять шарики. Три шарика вы победили. Три шарика, и ежик дохлый. Ха. Ну, в общем, да. И три шарика, и ежик повержен. Вот он. Вот мы. Спасибо. Хорошо. Это был Микки Маус. Так, у нас есть еще несколько секунд. Может быть, какой-то еще секрет знаете в пункте игры? Ну, я знаю. Вот в игре Тинни Тун недавно узнал один секрет. Это про кролика? Кролика, да. Рэббита. Рэббита. Так, у нас есть такое? А вот, кажется, есть. Вставляем. Ну, Саша, смотри-ка, разбирается. Первый раз, да, смотри, разбирается хорошо. Вот в начале игры мы можем выбрать, в кого мы можем в процессе самой игры превращаться. Это я знаю, да. Вот мы выбираем кота. Так. Вот мы его выбрали и идем. Вот сначала мы управляем самим кроликом. Впоследствии мы берем такой предмет и теперь мы можем превращаться. Шарик со звездочками. Вот мы превращаемся. Идем. Теперь, теперь у нас появляется такая возможность лазить по стенам. Да, у нас есть препятствие. Стена. Если бы не было кота, невозможно было продавить? Нет, нельзя бы. Вот такую вещь я недавно разгадал. Ну что ж, каждый день новый секрет, так? Да, конечно. А как вы думаете, на нашу с вами жизнь хватит картриджей и секретов? Хватит. Хватит. А это постоянно потому, что придумываются игры. То есть правильно ли, что игры придумываются чаще, чем в них, в общем, играют ребята? Чаще. Ну, много чаще. Слава Богу, что это так. Спасибо, ребята. До встречи в следующей программе. Всем пока. И... В начале нашей программы мы напомнили вам вопросы нашей первой викторин. Я надеюсь, что вы не успели убрать ручку и бумагу, потому что в каждой новой программе новые вопросы. Ах! Итак, вопрос первый. Как забить последнего босса в игре «Чёрный плащ»? Вопрос второй. Назовите третье задание в 16-битной игре «Pirates Gold» — «Золото пиратов». И, наконец, третье, последнее задание. Напишите адреса всех магазинов торговой сети «Дэнди» в Москве. Вопросы записаны. И я хочу сказать вам, что самые сообразительные и шустрые могут отвечать на вопросы обеих викторин. И тем самым очень сильно повысить свои шансы на получение от нас приза, картриджа, журнала и даже приставки. Успехов вам! Дэнди по лучшим и стабильным ценам. И гемора, и как только её не называют наши игроки. Но на самом деле эта надпись очень простая. И по-английски она значит так «Game over». То есть, всё, конец игры, игра закончена. И наша передача, к сожалению, подошла к концу. Не унывайте, мы встретимся с вами ровно через неделю. Пока! Дэнди, мы тебя любим, Дэнди! Дэнди, играю в тебе!